Прежде чем мы начнем, хотели бы вас попросить поставить лайк этому видео и подписаться на канал. 97% пользователей смотрит наш канал без подписки. Мы очень грустим по этому поводу. Сделайте так, чтобы кнопка подписаться стала серой. Спасибо за подписку. А теперь начнем. 18 декабря Православная Церковь почитает память святого Саввы, жившего на территории Палестины примерно в V веке. Появился на свет преподобный в 439 году в семье благочестивых христиан. Когда мальчику исполнилось 8 лет, отца по долгу службы отправили в Александрию, а он остался на попечении родного дяди. Савва стал послушником в монастыре. По возвращению родителей он отказался покидать стены монастыря и в 17 лет был подстрижен в монахе. На протяжении 10 лет Савва прожил в монастыре, где без устали постился и молился. Потом на 5 лет он решил полностью уйти от мирской жизни и затвориться в пещере. После смерти Ефимия, который был его наставником, монах решил поселиться неподалеку от обители Герасима и Орданского. Постепенно к Савве начинают ходить ученики и образуется Великая Лавра. Он получает знак свыше и устраивает внутри пещеры церковь. Своими молитвами преподобно исцелял людей, наставлял на путь истины, помогал избавиться от бесов. Савин день. Приметы, традиции и обычаи. 18 декабря древние славяне отмечали Савин день, на протяжении которого было не принято ходить по гостям. Люди собирались дома в кругу семьи. Был введен запрет на женские работы. Согласно поверью, в этот день нельзя ругаться людям, держащим лошадей, иначе это дурно скажется на скотине. Еще верили, что тот, кто в этот день посватается, будет с любимой до конца дней жить и не тужить. Из примет можно выделить такие. Работать на Саву грех. Если в семье в этот день кто-то умрет, то в течение года смерть еще одного члена семьи с собой заберет. Беременным в этот день мыть голову нельзя, иначе у ребенка память плохая будет. Если за окном мороз, а белочки свои гнезда покидают и на землю спускается, то будет оттепель. Услышать пение снегиря к снежным заносам и в юге. Если на замерзших окнах снег потихоньку тает, то скоро потеплеет. Огонь в печи красный, будет стужа лютая. Если дым столбом, то будет мороз. Развивается в разные стороны, к ненастью, стелется по земле, к снегу. Человек, рожденный 18 декабря, по гороскопу стрелец. Эти люди обладают сильным и волевым характером, отличаются трудолюбием. В качестве талисмана им подходит хризаберил, помогающий привлечь внимания любимого человека, удачно заключить сделку и быстро решать сложные вопросы. Народные приметы на 18 декабря, что нельзя делать в этот день. Беременным запрещено мыть голову. Наши предки были уверены, что в противном случае ребенок вырастет не очень сообразительным и забывчивым. Лучше особенно не напрягаться в этот день, все окажется напрасным. Более того, есть вероятность испортить плоды долгих трудов. Нельзя 18 декабря ссориться и ругаться тем, у кого есть средства передвижения. Причем не важно, лошадь это или грузовик. Считается, что можно заехать на плохую, во всех смыслах, дорогу. Не рекомендуется в этот день оставлять посуду немытой, иначе хозяин дома обидится и может покинуть жилище. Тогда его обитателям придется несладко. Если во сне вы увидите у себя на щеках слезы, радуйтесь, организм очищается от негатива. Если в сновидениях показана дорога, это тоже хороший знак. Вы движетесь сейчас в верном направлении. Если же приснился кошмар, нужно срочно заняться своим здоровьем.